Дизайнера мы отправим в ад, и он в аду будет сидеть. Идёшь на день рождения, и вот берёшь такой вот. И такой кусок сребаем такой. Они троллейбус превратили в цветочный ларёк. Не, ну с парковкой это какой-то вообще трэш. То есть какое-то такое позорище. Я как сцепёр пробирался к депо. Друзья, всем привет! В эту ненастную погоду я иду смотреть новый гастрономический рынок. Или не знаю, как это правильно назвать. Гастрономический гипермаркет-депо. Вы знаете, у нас в Москве открыли на месте бывшего троллейбусного депо на Лесной улице. Гигантский такой какой-то фудкорт с кучей ресторанов. Я там ещё не был, но все про него постоянно только говорят. Надо всё увидеть своими глазами, что же там сделали. Депо Москва, здесь пешеходная улица. Очень круто, что сохранили старое здание депо. Могли ведь и снести. Вот такой красивый зелёный троллейбус с цветами. А это Саша. Привет. Привет. Ну что, пошли быстро поедим, я голодный. Хотели здесь вообще изначально долгое время сделать музей транспорта. Перевезти сюда всякие старые трамваи, троллейбусы. И про это говорили, говорили, говорили. Потом что-то раз, сошли на нет. Мол, здание теперь у нас вывели старый троллейбусный парк. Троллейбусы все пустили на металлолом или там как-то продали. Вот, и потом вот возникла идея, что давайте лучше коммерцию сделать. Это настоящий троллейбус, это круто. Это настоящий. Это прям классно, видишь, они троллейбус превратили в цветочный ларёк. Грузовой троллейбус, это теперь реклама Мартини из него сделали. Да, они даже вот логотип поменяли. А здесь у нас уголочек Яндекседа. А что это такое, подожди. Набираешь себе в корзину вот в эту Яндекседа, тебя не доставляют потом. Ты набираешь в эту в корзину? Да, да, да. Ну или в какую-то там, я не знаю, еще где-нибудь. Ага. Набираешь в корзину и потом доставляют. Доставка в центр стоит 250 рублей, здесь неподалеку стоят 150 рублей, домкада 500 рублей. Важно, мы не трогаем содержимое пакетов, их при вас сложат в термосумке и запечатают. Не храним продукты дольше срока. Меня вчера поразило то, что ты ходишь, а там люди, которые взяли там, тысячи на три набрали себе еды, они ходят такие с подносами, как по фуд-корту из Макдональдса такие, знаешь, по охотному ряду. И теперь, куда бы себе везли? Ну плюс же есть какие-то посадочные у них. Ну, а их быстро, скорее всего, занимают и все, да? Они все заняты. А, ну я понял, да. Тут еще просто толпа стоит очередь, ну или где-то там очередь, просто народ, причем очень много сидят с бутылкой вина, то есть так вот поесть, то есть люди приходят вечером и там сидят, где официанты тебя хоть как-то забирают, ну ты как бы стимулируешь. А троллейбусы это не настоящие, они настоящие, это поддельные, это макеты. Здесь смотри, троллейбусами какая-то штука, частично настоящие детали, но это под троллейбус, когда вы открывали, там какое-то электрооборудование стоит. То есть там что-то техническое, морду, видишь, все это настоящее. Ну морда, да, все остальное поддельное. Все остальное, ну такое, да. То есть это макет троллейбуса. Здесь рыба моя, стрит-фу. Это у нас Володя Перелиман сделал. Вот тут у него свежие креветки лежат. Рыба. А, и просто такое сокращенное меню. Дорадо в азиатском стиле 690. Кальмары с картошкой фри 490. Морепродукты с овощами и чипсами 560. Так, окей. Сокровище самарей, это какой-то... Ну здесь уже целый угол со всякими морепродуктами. Ага. А это тоже рыба моя? Здесь все... А чем это отличается от той? Я не знаю. А здесь устрицы. Здесь устрицы и что-то они еще делают. Здесь такая вот точка, где всего побольше. Устрицы 270. Устрицы Новой Зеландии 210. Круда из лосося с авокадо и рисом 640. Супер тартар из лосося с авокадо 990. Цезарь с креветками 770. Такая вот красота. Вот. Можно посмотреть примерно на цены. Замечательно. А это у нас мясо. Вот отсутничное мясо мясное. Возревательная камера. Красивое мясо. Возревает. Можно его купить и подарить. Идёшь на день рождения? И вот берёшь такой вот. И такой кусок сребаем такой. Ну да. А что, понимаешь, такой ты взял. Так вот. Девушки. Как букет. Здрасте. А мясо у вас откуда? В обед. Народу всё больше. Уже, несмотря на то, что утро, почти все места заняты. Да. Уже все сидят. Да. Я теперь понимаю, какой отдох здесь творится. Ты прикинь, что здесь будет в обед. В обед. А здесь и вечером. В обед тут не подойти, не сесть. А вечером вчера мы шли вот так вот. Просто в столпеньке. Петро. Продираешься, сейчас пик. Слушай, ну хорошо. Слушай, здесь при таком ценнике народ ест. Вопрос в том, что здесь, во-первых, очень быстро населённые районы вокруг, а во-вторых, сюда новое. О, смотри, мясные деликатесы из Казахстана. Черная икра. Стерлядь 50 грамм, 2560 рублей. Блин, за 2222 рубля с черной икрой. Припёк, это у нас гламурный теремок. С красной икрой 700, а с черной икрой 2222 рубля. С фуа-грой. Блин, с фуа-грой, моцареллой и клубникой 900 рублей. Каша гречневая тоже с фуа-грой 900 рублей. Класс. А сколько у вас там икры черной? 50 грамм. Сколько? 50 грамм. Ну, я понимаю, да. А в Доктор Живаго 50 грамм черной икры с блинами стоит 1300 или 1400. О чём это говорит? О том, что с видом на Кремль дешевле в хорошем ресторане, чем здесь на вот этих вот стульчиках. А, ну здесь вот в центре немножечко таких обычных продуктов. Икра, колбасы. Обычно то, что москвичи покупают. Обычно, да? Да. Ну, москвич приходит с утра на рынок за черной икрой. Мы вот с Сашей дошли и всё-таки нашли завтрак. Это у нас кафе-кондитерское Жемчуга. Жемчуга, которую открыл Володя Перельман. Наш любимый по рыбе моей. В общем, такая вот модная кондитерская. Такое вот здесь кофе. И сразу возникают, друзья, вопросы. Вот хочется спросить. Во-первых, вот они подают кофе в таком стаканчике. Горячо. Вот что за мода пошла, не думайте о людях. Вот как его брать надо? Салфеточкой его оборачивать или что? Вот. Но это ещё не всё. Посмотрите. Они сделали такой вот модный стол. Видите, модный стол. И у него скошенные углы. Это плохо видно. И когда ты случайно кладёшь сюда телефон, он тебе, видите, вот так вот бац, и он спадает. Вот мы сейчас проведём здесь тест. То есть, видите, вы на краю стола ставите бутылку, и она, видите, она сползает. В итоге эффективная площадь этого стола процентов на 10 меньше, на 15. И самое обидное, эти углы, их ты не видишь. То есть, ты просто кладёшь телефон, да, и он у тебя бац, и падает. Дизайнер думал о том, что... Дизайнер... Нам в детстве что говорили? Не клади локти на стол. Дизайнер, видимо, всё детство забитый... Дизайнера мы отправим в ад, и он в аду будет сидеть вот за таким столом, и у него будет всё падать из этого стола. Можешь сразу написать начальству, и вот Володя нам отвечает, что это правда, знаю, поменяю, зато красиво. Вот это вот зато красиво, вот как так можно? Зато красиво. Все 90-е и 2000-е строил лыжков. То есть, да, но зато красиво. Зал, ты просто берёшь, хочешь кофе поставить на край стола, а он у тебя бац, и падает. Всё. Надо какую-то красную линию провернуть. Это у нас цитрусовый смузи-бол. Ну-ка, давай, пробуй, пробуй, и сразу мне скажешь, насколько это хорошо. Крашется, перемешанная. Не, ну для завтрака вообще. Для завтрака, для завтрака отлично. Я заказал такую форель на тостах из зернового хлеба с яйцом пашор. На верху там просто все столы. На верху тоже столы, но там ничего нет. Там только сидящие места. Ага. А, и вот наверху, да, еще. Но здесь тоже уже почти все занято. Здесь надо понимать, да, то, что для кого-то фудкорта, здесь даже такая мебель крутая. Мебель, да, здесь хорошая. Здесь такие вот классные стулья. То есть не какое там дешевое одноразовое пластиковое говно, а такие вот какие-то кожаные креслицы. Прямо, ну, мебель, как в ресторане. Все очень так стильно сделано. Народ начинает ходить по этим тесным улочкам между десятками ресторанчиков. И мы выходим на территорию. Да, вот это, кстати, самое большое разочарование, то, что ты ожидаешь выйдя на территорию увидеть, не знаю, какие-нибудь там общественные пространства. Здесь, кстати, на улице можно было еще кучу столиков расположить. Особенно сейчас будет весна, лето. А здесь почему-то просто гигантская адская парковка. Я уже даже этот вопрос задавал. Мне сказали, что там на плане у них есть как бы столики вот здесь поставить, но так это вдоль стен будет стоять. То есть здесь дышать, смотреть на машины. Это вот прям вообще жесть. В общем, действительно совершенно непонятно, почему перед входом на площади, где такое самое ценное место и где, по идее, нужно сделать какие-то, не знаю, общественные пространства, поставить столики, еще что-то, они все отдали под парковку, и вот ты выходишь, окажешься на паркинги. Нет, ты настолько уже отвык от таких пространств в Москве, когда сейчас все площади, все реконструируют. Как в подъезд как будто парковали, вот как у вас дома, например. Вот, вот то же самое. И опять, это не вечер еще. Это еще, то есть не самое. Вот ходят парковщики и запарковывают там. Вот прям максимально... Я понял, да. Сейчас парковщики все запаркуют. Так, а это что такое? Это же тоже они, да? Все, ну тут еще рестораны. А, тут еще... Сыроварня там. А, все, это уже такие типы ресторан. Рестораны, да. Насколько я понимаю, здесь мест уже почти нету на парковке, она все маленькая. Не, ну в целом мне нравится, как они вот все это дело реконструировали, привели в порядок. Ну посмотри, ну как это вот? Да, но вот... Не, ну с парковкой это какой-то вообще трэш. То есть какое-то такое позорище. Он еще вот, смотри, несется. Тут вот люди переходят с коляской. Да, он тут развивает свои скорости. А здесь пешеходная улица новая возникла, да? Здесь раньше дорога была. Да, здесь был проезд. Ага. И этим всем... Самое интересное, что это все город делал. Вот эта территория, она была сразу на частные средства. И там парковку сделали. А здесь делал город. И они вот еще в августе, что ли, они это открыли все. Еще за полгода до открытия. Да, ну здесь просто все уложили плиночкой, которая, кстати, даже не развалилась. Прошу обратить внимание, плиточка не развалилась. Высадили деревья, поставили, по-моему, не очень удобные лавочки. Получилась такая вот... Каждую лавочку урной снаббили по гостам. Не, ну просто даже вот, если так смотреть... Блин, они лучше бы здесь сделали парковку, чем вот около главного. А там нормальное общественное пространство. Они просто самое дорогое классное место отдали под черт знает что. В результате вот сделали бы там, сидели бы люди там. А здесь, в результате, никто не сидит сейчас, не гуляет. Слушай, я думал, они здесь бы еще поставят столик. Здесь же тоже можно все это поставить. Вот выходы. Вот выходы. Вот выходы. Ну блин, ну... Что, блин? Что здесь делают? Ну, понимаешь, тут почему так сделано? Потому что там делали часть, на частные средства. Здесь город почему-то как бы делали. Есть еще под это дело, отреставрировали старый корпус химико-технологического университета. Чтобы он такой был красивый, кирпичного стиля. Так, а это у нас катки для деревьев. Вот они причем появились здесь совсем недавно. Да, здесь видимо еще посадят, еще быстрее какие-то деревья. Не знаю, это какой-то, мне кажется, антитерроризм. Антитерроризм вместе с упрощательницами. Ну, да. Вот я приехал в выходной день вечером. Сейчас посмотрим, действительно здесь много народу. Как пугал нас Александр Усольцев. Ну, я бы, кстати, не сказал, что прямо очень много народу. У меня такое чувство, что просто все уже привыкли. И все, кто хотел поглазеть, уже поглазели. И здесь теперь так вполне нормально. Сейчас свободных мест я не вижу, но, мне кажется, их можно найти. Оп, что-то мясо закрылось с прошлого раза, как я здесь был. Ну да, смотрите, вот видите, даже столики свободные. Да, сейчас суббота в 8 вечера. То есть такое, я пришел специально в субботу в 8 вечера. Такое время, когда, по идее, должно быть больше всего народу. Так вот выглядят посадочные места. Я бы не сказал, что прямо вообще все занято. Ну, так по моим ощущениям, занято процентов 90 мест. То есть, конечно, большой компании будет сложно куда-то сесть, но какие-то отдельные места можно найти, можно, наверное, кого-то подвинуть. Друзья, это Володя Перельман. А тот человек, которого вы уже видели в видео с обзором лучших московских ресторанов, где я его минут 10 хвалил. Это был единственный человек из всех, кого я хвалил, кто не сказал спасибо. Я абсолютно безобразно себя веду, друзья, простите ради бога. Илья, я благодарю тебя. Если бы я мог целовать бородатую щеку, я бы это делал, но, к сожалению, не могу. У меня аллергия. Что это такое? Куда это вообще годится, ты имеешь в виду? Что ты натворил? Мы открываем новый ресторан. Что ты натворил? Это ресторан называется Тинто. Вызывает разные ассоциации. Для кого-то это просто красный сорт винограда и красный цвет. Для кого-то это Тинто Брас, величайший режиссер эротических муви. Я именно так и подумал. Да, это очень правильно. Наверное, что ты достаточно испорчен. Класс, друзья. У нас партнер из Сан-Себастьяна. У него звезда Мишлен. В этом году он получит вторую звезду. Ему 33 года. Он ужасно мускулинист. Потому что он итальяно-аргентинец. Давит на меня своим тестостероном. Но, в общем, я с огромным трудом с ним справляюсь. Но он супер крутой шеф. Поэтому у нас еда что надо. Это что, все ради нас? Господи, это потрясающее чудо. Пойдем скорее. Друзья, мы раздеваемся, одеваемся и делаем все это одновременно. Собственно говоря, в этом ресторане, разумеется, есть сквозная линия искусства. Немного эротизма. И мы репродукты как афродоазиаки, афродо и послезиаки. И эти самые афродо и послезиаки, они возбуждают нас в величайший аппетит. Это что такое происходит? Это торпачи с креветом терапинеро. Невероятная красная и глубоководная креветка, которая водится редчайше где. Вот здесь это основная кухня для сервиса. Такой некий сервис kitchen, где уже все подготовленные блюда начинают сервироваться. И мы сейчас будем подавать первую подачу. А я вам пойдемте покажу самое интересное. Кухня, где происходит заготовочный процесс. Вот там-то по-настоящему военная диктатура ужасающим образом правит. Ребята, видите, все какие худенькие, испуганные, бледные и замученные. На самом деле не так. По-моему они работают в супер коллективе с классным шефом Василием Зайцевым. Сейчас пойдем с вами его познакомлю. У нас есть аргентинский гриль. Разные уровни. Будет решеточка для мяса и для рыбы и маригатов. Но в общем и целом сепаратное приготовление. Там кондитер. Это настоящий уголь. Это настоящий уголь. Большая редкость в наше время. Добрый шеф. Человек, который много-много-много лет работал в именитых московских ресторанах. Он присоединился к нашей семье. И он, конечно, большой профессионал. Перенимает опыт и сам добавляет опыта нашего бренд-шефа Паула Эрауда. Это что происходит? Все в порядке. Это шарики для пинг-понга. Я просто подрабатываю. Потому что ресторанный бизнес не зарабатывает много денег. А оранжевые шарики, я думаю, будут впечатлять наших любимцев этой настольной игры. На самом деле этот аппарат называется сувит. Абсолютно точно. Для низкотемпературного приготовления. В данном случае там готовятся желтки, которые пойдут в одно из блюд. Это куриное крыло, за которое, Паула считает, он и получил свою звезду. Ну, как обычно, весь кайф в туалете. Самое главное в этом ресторане, вся мебель, весь интерьер, полностью все сделано силами моего собственного производства мебели в России. Мы сделали дизайн и произвели все. Все столы, все раковины. Это делал архитектор Евгений Пожанский в своей мастерской. И это здесь вот тоже. Вся мебель, мягкая мебель, столярка, часть посуды произведена. Вот эти отвратительные столы, которые я плевался весь, я чуть не разбил телефон, я чуть не пролил на себя кофе. Это твое изобретение. Из карельской березы красоты неистовые, русские столы. Да, там есть нюанс, но надо быть очень аккуратными. Что, ты хочешь присмотреться? Я очень красив на фоне ярких... Мне кажется, это небезопасно. Кто-то будет задевать, они будут падать. Мы надеемся, что в нашем ресторане будет так много гостей, что они своим потоком, вихрем будут удерживать и прижимать свечи к стене. Я с большим удовольствием посещаю подобные заведения, но люди, простые люди, которые вот этими руками уголь добывают, которые ты здесь на аргентинском гриле сжигаешь, они не понимают, как можно размазать вот какой-то маленький кусочек по большой тарелке и назвать это едой. Смотри, для этих целей у нас есть... Мы же понимаем, в каком городе и в какой стране мы живем. Еще, кстати, отступление. У нас все-таки есть миссия, и мы хотим прививать сами себе и через себя нашим гостям, определенную культуру гастрономии. У нас есть прекрасный раздел экстрас, где можно взять целиковое тюрбо. Сегодня ты увидишь одну из них, трехкилограммовую, кинуть ее на гриль, и вот этими руками добывающими уголь зачерпнуть это свежее белое мясо. Средний чек. О, Господи. Людям нужно это знать. Пять тысяч рублей. На человека. На человека. Без алкоголя. Можно с алкоголем. Дешевым. Можно с недорогим алкоголем. Что же есть людям, у которых руки в угле, которым нужно прийти в этот ресторан и что-то съесть такое, целенаправленно, ну прям полностью насыщающее. Я рассказывал про тюрбо, которая весит 3 килограмма, которую мы сами привозим из Марокко. И вот теперь она как раз на самом аргентинском гриле. Я могу это сделать за вас. И если ты доверишь мне, пожалуйста. Дорогая техника, знаете ли. Но я могу себе это позволить в любом случае. Даже если разомнили. Турбон спит сном младенца. Регулировка, как ты понимаешь, решетки неспроста. Пролетариат вы не любите. Мы очень любим... Я бы даже это понятие запретил бы, честно говоря. Я бы не разделял людей на классы. Илья, я говорил тебе, что практически вся мебель сделана силами нашего архитектурного бюро и производства мебели в Москве, в подмосковной Балашике. Но столы не все с таким склоном. Есть нормальные столы. Там их всего 2. Ну вообще их всего 3. Ну ладно, их так и 4. У тебя все остальные в жемчуге твоем остались, да? И остальные остались там. Но большинство мебели, большинство грейси, большинство вот этих очень красивых, необычных стейшенов, на которые можно расставлять бутылочки и всякую грязную посуду. Если вдруг что-то помешает, было сделано нами. И это было аккуратно, заботливо. Все это невероятной красоты. Да. То есть я бы столы эти выкинул на самом деле? Да, я сделал это. Я разбогатею и выкину столы. Я, кстати, где-то видел уже такие столы. У кого-то были они. И я уже ругался год назад. Вот кто-то открыл ресторан с такими столами. Я боюсь, что это было в Эрвине у Рапопорта. Мне кто-то сказал об этом. Да! Это был Эрвин Рапопорта. И все ругались, все плевались. И ты повторил его ошибку. Зато. Зато. Внимание. Наверняка тебя интересует, что же это такое. Стоит на каждом столе. Что это такое? Вот именно... Это пол-полубить. Нет, это, конечно, и не чупа-чупс даже. Это интересная история. Две французские немолодые леди переносятся в своих воспоминаниях в разные уголки Франции. И в ощущениях, в ароматике пытались создать эти воспоминания. В данном случае это капферран, соль, грецкий орех. И именно так, не отвлекая тебя от трапезы, мы будем начинать наш вечер с ароматерапии. Дорогие друзья. Дорогие друзья, добро пожаловать в Титто. Будем говорить мы вам. Через пару минут мы будем убирать его, чтобы не мешать. Но флёр французской красоты либо ривьеры будет оставаться. Мы продумаем разные мелочи. Столы заменим, заменим столы заменим. Плохие столы. Слушай, а у тебя здесь в депо всего 4 точки? Да. Я самый плодовитый. Ты самый этот. Как тебе вообще депо? Я сделаю ролик про депо и про те места, которые здесь есть. Твоя оценка именно площадки. Слушай, но это экстраординарное событие. Мне немножко не хватает здесь какого-то арта. Не хватает каких-нибудь картинных галерей. Тебе нравится вид из окна на парковку? Из окна на парковку мне не нравится, поэтому я жду летнего сезона. И у нас будет веранда прямо за этими двумя окнами. Мне, конечно, изобилие машин меня смущает довольно-таки сильно. Я думаю, что это придёт в какое-то логическое и разумное русло. Во всяком случае, здесь вся Москва. И мне есть что им показать. Я получаю огромное удовольствие от общения и с молодёжью, и со старшим поколением. В общем, это класс. Я погружаюсь в новый мир. Такого никогда не было. Это удивительное место. Ещё у Володи есть невероятный инстаграм. Я не уверен, что он оплатит мне рекламу, чтобы здесь была ссылочка. Конечно, никогда. Если вы сейчас видите на экране адрес его инстаграма, значит, мы с ним договорились. Нет, значит, нет. Но в этом инстаграме невероятные луки. Вот так вот зови человека на ужин. Ты, кстати, уже месяц ничего не выкладывал. Да, я хочу держать вас всех в холоде. А я же просыпаюсь и сразу захожу в ТЕС смотреть, что сегодня надел Володя. Можно посмотреть. Что у тебя надето? Это штаны-шорты-плавки-юбки. Вообще непонятно, что это такое. Ботинки, которые залились силиконом, чтобы в нём не надо было пачкаться. Фирменные носки цветастые. Это важно, чтобы люди получали удовольствие. Ну и какая-то старческая жилетка, где подкладка 30-х годов. Ну, в общем и целом, я модничаю, что называется. Что это такое? Это средиземноморское тюрбо. Есть ещё черноморское. Она называется Калкан, например. Или Я-кошка, хотел сказать я. Несуществующее слово я только что придумал. Я-кошка. Камбала. Камбала, exactly. Спасибо огромное, мой юный друг. Так вот это средиземноморское тюрбо. И мы её приводим сами на охлаждённую и практически живую. Трепещущуюся. И у неё плотность мяса феноменальная. И чистота вкуса ещё более такая же. Что такое мороженое с чёрной икрой? Слушайте, всё очень просто. Мы делаем ванильное мороженое и туда добавляется ром 23-летний. Известного бренда. Довольно-таки не дешёвый. И он даже не выпаривается, просто чтобы сшибало. Вот я алкоголь не пью, мне тяжело. Ну и там немножко чёрной икры и авокадо. Но это, конечно, просто какое-то безумие, честно говоря. Вот это Мишленовское всё. Я всё не одобряю, но это очень вкусно. Я прям просто ем ложками икру с мороженым. Это вообще... что это такое? Куда это годится? Чипсы с куриной кожей. То есть за что дерутся все, да? Да. А нельзя купить пакет этих чипсов? За это наш Павло получит вторую звезду Мишленов. Значит, Максим... Максим вернулся. Максим увидел у меня сториз с этой чипсиной. Чипса из куриной кожи. Вот это вот чипса из куриной кожи. Плодцы такие, что просто даже не наестся. То есть мне положили 4 такие доминошечки куриные и желток. Ну это высокая кухня. Нет, там много этих блюд, здесь не одно блюд. Это понятно, что это и стоит, когда много разных блюд должен заказать. Окей, да. То есть надо было сет заказывать. Правильно? Да, конечно. Логично. То есть он идет какой-то там в разные ноты. Да. Значит это у нас рыба Меру. Ты слышишь про такую рыбу? С бруссельской капустой, салатом кейл и рыбным соусом берблан. А это у нас ньюди из рикотты со сливочно-шалфеевым соусом, красной икрой и желтохвостом. Ну в красной икры здесь икринок 20, но зато есть желтохвост. Друзья, я не первый раз в депо, я съездил 4 раза, чтобы посмотреть, как все это дело работает. Вот, поэтому что можно сказать? Я как сапер пробирался к депо, сзади моток телефонного кабеля. Я передавал самую оперативную информацию нам в штаб. И что? 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 Смотри, я не могу сказать, что случайно все никогда не зайдут. Вот честно. Потому что, первое, дорого. То есть реально здесь все дороже, чем в городе, те же самые звенья. Всегда очень много народу. Тесно, многолюдно. Ну и вот это, конечно, меня дико вымораживает парковку. Не самое лучшее место отдали под парковку. Вот эту территорию, которую отдали сейчас под парковку бездумно. Понимаете, бездумно отдали под парковку. Лучше бы сделать, конечно, летом. Кто будет в этом? Вы знаете, что это? Это парилка будет. Это часть отдать бы под прогулочную зону. Да, летний кафе деревьев. Вот в Лос-Анджелесе. Груф. Кайф просто. Слушай, вспомни, извините, в Сан-Франциско набережную с этими пирсами. Конечно. Никакого. Да, парковка хочет на своей повозке приезжать. Слушай, это твои проблемы. Ставишь его где угодно. Идешь час потом. Да, где хочешь, вот так оно и есть. Так всегда. Знаешь, что нужно было делать? Вот я скажу, ты знаешь, что нужно было делать, Тим? Тут вокруг кучу офисных центров. У всех этих офисных центров на Белорусской есть подлинные парковки. Есть парковка, которая вечером пустая сто процентов. Да, им нужно было просто брать, договориться, чтобы парковки отдать в офисных центров, которые вечером и выходные не нужны, чтобы они использовали. Сделать валет-паркинг, что у тебя машину здесь забирают. Если ты приехал на своем Мерседесе, дай ты 500 рублей мальчику, он будет отгонять эти подземные парковки в офисных центрах, все будут зарабатывать. И здесь не будет этой помойки, свалки этой машины. Это вообще подвязывать, ездить в рестораны на машинах. Лоховского. Ну ты по-любому, по-любому выпьешь бокал вина. Я не говорю за этих зожников. Зожники взяли турник и пошли домой заниматься. Зачем они здесь? Это уже смысл? Рестораны зарабатывают все на алкоголе. Мы берем дешевую еду и откройте винную карту. Минимум 4 косаря стоит бутылка. Ну ладно, 3 500. 3-3 500. Минимум вино, которое стоит 1000. Да. Значит, по поводу заведений. По поводу самого депо. Там фудкор такие все там обычные заведения. Они дороже процентов на 20-30 аналогично, которые находятся в городе. То есть здесь надо понимать, что все дороже, чем в обычных местах. Мы сходили в ресторан Крабы Кутабы, который Александр Рапопорт открыл. Что можем сказать про Крабы Кутабы? Послушайте, Крабы и Кутабы сразу сходу заказывайте хинкали с крабами. Это то же самое, что вы вылетели на спортивной дорогой машине навстречку и врезались в кирпичную стену. Это хорошо или плохо? Нет, это хорошо. В этом случае это хорошо. Крабы на 4 с минусом. Ну то есть там много воды, они такие какие-то. Да, на мороженое. Неплотные. Хорошие крабы, если кто хочет, камчатский краб, это все-таки Репторг. Помните, Фаланга, крабовый Репторг? 100%. Вообще в плане морепродуктов, мы бы говорили, надо идти Репторг, можно идти к Володе Перельману, рыбу мою. То есть у Краба Кутабы классные хинкали, неплохой салат. Нет, ну там много чего, мы не все попробовали, но в целом, послушайте, ресторан называют. Ризотто вкусное, черное, да. Ну что, друзья, это был наш коротенький обзор нового гастрономического центра Москвы. Пишите, что думаете, были здесь, не были, по нас вам не понравилось. И вообще пишите, насколько вам интересны обзоры ресторанов. Ставьте лайк, если интересно, мы с Максимом все просчитаем, все посмотрим. Посчитаем, да и будем. Если вам эта тема интересна, будем дальше делать какие-нибудь обзоры классных мест в Москве. Да, спасибо большое, что смотрели, все удобно. Васенька с нами оператор тоже. Да и Васю покажем. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. marcка с нами. Привет, committee with Brandon. Спасибо за субтитры Duty 사건 ра. Спасибо за просмотр! ама 1 where they shopped телефоны! Такая стабильная раунтона. be такуна! Ак Cherт компании в дискон nome. Похаю, я и верят здесь ко мне. Продолжение следует...